Всем привет! С вами Ната Балтийская. Сегодня у нас с вами кулинарное видео, которое я так люблю снимать и вообще люблю готовить. Сегодня у нас с вами итальянское блюдо будет, которое я тоже люблю готовить, очень часто готовлю. Это каннелони. Каннелони я буду готовить сегодня с курицей, с куриной грудкой. Такое замечательное вообще блюдо для ужина, для обеда. Сытное, вкусное, очень легко готовящееся. В общем, я думаю, что вам очень понравится, если вы сделаете, как я. Итак, что нам нужно для наших каннелони с курицей? Конечно же, куриная грудка. 500 грамм, полкило. 500 грамм помидор. 200 грамм, или вот такая большая луковица, я ее взвесила. Это 200 грамм луковка. Одна. Потом 3 зубчика чеснока. Растительное масло. 150 грамм твердого сыра. Желательно пармезан. А также, конечно же, трубочки для каннелони. Я вам советую борила. Я ее очень люблю. Это не реклама. Действительно, борила, трубочки, они не развариваются. И вообще, они идеальны. Поэтому советую вам брать вот такие. Вот специально для каннелони. Как раз такой пачки где-то хватает на 2 раза приблизительно. Ну, смотря как у вас будет граммовка. Вы на глаз будете делать или как я? В общем, где-то пол пачки, пачка хватает. За глаза и за уши. Также для соуса, что нам понадобится? Литр молока. Любой, на самом деле, жирности. Я на это не вникаю. 50 грамм сливочного масла. И 3 столовые ложки пшеничной муки. Итак, приступаем. Сначала мы берем наши куриные грудки и нарезаем кубиками. Сейчас вам покажу приблизительно, как. Я вот люблю маленькими ножами пользоваться. Вот это моя слабость. В общем, нарезаем вот такими вот кубиками. Филюшечку. Небольшими совершенно. Чтобы легко потом было набить наши трубочки. Итак, мясо я нарезала кубичками. Все нормально. Переложила в тарелку, откладываем. Теперь берем досочку и чистим наш лук. Лук у нас свой. Такой огромный уродился. Вернее, у моей свекрови. Лук я нарезала. Такой вот, кубиками. И теперь, пока вы чистите чеснок, я вам советую залить помидоры кипятком. Так, чеснок я через чеснокодавинку пропустила. И теперь мы берем наши помидорки полкило и заливаем кипятком. Будем с них снимать кожицу. Оставляем буквально на минутку. Теперь мы перекладываем к луку наш чеснок. И снимаем кожицу с томатом. Бывает, что помидор сам отрезкается, даже когда вы заливаете кипятком, если успеет. Теперь приготовим мисочку, куда мы будем убирать семечки от томатов. И делаем такую же процедуру, которую много раз уже я повторяла. Опять же, делаем надрез поперёк. Раз. Не дорезала немножко. Раз. Ножиком легко вычищается. Так, все помидорки. Итак, помидоры я почистила. И теперь мы делаем следующее. Мы нарезаем наши помидоры кубиками. Не лесистые, а очень душистые. Нарезаем небольшими кубиками. Так вот. Итак, наши заготовки готовы. И теперь непосредственно приступим к приготовлению. Достаем сковородку. Ставим на небольшой огонь. Итак, добавляем на нашу сковородку подсолнечное масло без запаха или кукурузное. Добавили. Я добавляю где-то... Теперь туда добавляем наш лук с чесночком, который мы нарезали. Чеснок я пропустила через чеснокодавилку. Добавляем. Сковородку берите глубокую. И начинаем обжаривать до золотистой корочки. Итак, мой лук уже достаточно стал золотистого цвета, полупрозрачного. Теперь мы туда добавляем наше нарезанное кубиками куриное филе. И вот тут главное нам постоянно мешать его. чтобы оно не слиплось, чтобы оно сохранило свою структуру кубиков. Курицу все время перемешиваем. Все время. Чтобы она у нас не слиплась, чтобы, вы помните, были отдельно лук обрезки. Как мы нарезали. Еще сказать, что ни в коем случае не накрываем крышкой. Потому что, если вы будете накрывать крышкой, тогда вся влага у нас останется внутри и получится такой гуляш соусом. А нам нужно, чтобы, во-первых, курица сама пропитается сейчас вот этим собственным соком. И луковым тоже. И при этом мы начинку подсушим, и это легче будет нам заправлять каннелоли. Потому что, если будет такая вот жижа, извините за крышку, очень тяжело будет заправлять трубочки. Они могут у нас не получиться. Поэтому обжариваем, пока все соки у нас не впитаются и не выпарятся. Курочка не обжаривается. Видно, что наша курица начала золотиться. Теперь мы в поджаристую нашу золотую курочку добавляем томаты. Когда мы добавляем томаты, мы начинаем добавлять специи. Солим, во-первых. Теперь добавляем сюда, так как это итальянское блюдо, добавляем сушеные доземли. Также добавляем туда душицу или орегано, это его называют. Орегано. Специи я люблю побольше, чтобы был москоп хороший. Туда я сцеплю мускатный орех. Теперь тушим эту массу 10-15 минут. Постоянно помешиваем. Итак, прошло 10 минут. Вы видите, что должна получиться начинка вот такая. Вот однородной структуры, так скажем, да? Не жидкая, не должно было быть сока какого-то. Вот видно, да? Я убрала на сковородке ничего такого. То есть она должна быть классичная масса, которая легко будет начинять. Все соки, все специи курочка впитала. Стала мягкая, нежная. Таким результатом я довольна. Теперь мы эту курочку откладываем. Пускай она немножко у нас остудится. А мы приступим к приготовлению соуса. Соусы берем другую сковородку, кладем туда сливочное масло. И ставим на небольшой огонь растапливку. Советую вам брать или ковшик с тепловым покрытием. Лучше глубокую сковородку, как взяла я. Потому что этот соус... Ну, можно в кастрюльке, в принципе, но вероятность, что комки будут очень высока. Поэтому я предпочитаю глубокую сковородку или большой глаз. Мы растопили. Теперь мы добавляем 3 столовые ложки муки. Пожариваем нашу муку. Немножечко. Делаем соус без шамели. Знаменитый и очень элементарный. Обжариваем и добавляем по чуть-чуть молока. И еще чуть-чуть. Молоко я взяла 2% Не бойтесь этого соуса. Комочки вот так вот, если чуть-чуть. И тем более, кстати, на сковородке чем проще, что легко растворяются эти комочки. Еще добавляем. Как видите, что начинает густеть, сразу добавляйте еще молока, чтобы все наши комочки, они легко взяли. Пока я делаю соус, я хочу сказать, что каньоны настолько бывают разнообразные, что можно делать вегетарианские, с фаршем, с курицей, с чем просто, с чем угодно. Можно со шпинатом, с сыром сделать. Для фарша, а не снова, вы тогда берите, я вам советую брать соус баланьеза. Это будет идеально. Пишем имейл, это идеальная курица. Варим на шторм, с курицей, с курицей. Варим на шторм, с курицей. А также добавляем туда немножко перца. Буквально чуть-чуть. Для вкуса. И варим до запустения. Ну вот, мой бешамель готов. Так что мы сейчас делаем? Мы залибаем половину нашего бешамель. Так, мы залили наш бешамель. Он у нас со специями вспоминает. Да, это. Теперь мы начинаем начинять наши каннеллони. Берем чайную ложку. Советую вам брать чайную ложечку. Открываем баночку. Ставим нашу начинку. Это я, пожалуй, это видео. Завлюбим наш бешамель. Чтобы мы видели, как надо начинять начинку. Берем трубочку. Зажимаем конец вот так вот. И начинаем чайной ложечкой потихонечку начинять. Начиняйте ее не впритык, не битком. Потому что тогда каннеллони лопнут. Так вот начиняем. По чуть-чуть. Аккуратненько. На самом деле не так уж тяжело начиняются они. Нормально. Вот. Вот так достаточно. Видно? Вот. Я начинила. Вставляем еще немножко. Вот так вот. Начинила. Сейчас еще раз покажу, как это делается. И укладываем в рядок прямо на наш соушбис шамель. Так. Берем следующий. Вот так вот начиняем. Можете, кстати, поручить такое занятие старшим детям. Потому что, мне кажется, им это понравится. Такие дела делать. Можете, чтобы они у нас, опять же, повторюсь, не лопнули. И так, сейчас я отставлю, вам покажу. Мы укладываем вот на таком расстоянии. Прямо на бешамель на нашу. Пока мы начиняем наши каннеллони, кстати, не забудьте поставить духовку на 180 градусов, режим двусторонний, чтобы она у нас была разогрета. Я хочу сказать, у меня вот чашка пуста. И, как я уже говорила, получилось у меня полпачки этих каннеллоний. Сейчас посчитаю, сколько штук. Раз, два, три. Количество 15 штук. Теперь мы сверху эти каннеллони заливаем с второй частью соуса. Так. Соусом покрыты все каннеллони. Нужно, чтобы обязательно покрывалось все. И теперь мы ставим решетку посередине духовки. И ставим уже в разогретую духовку при 180 градусах каннеллони на полчаса. Итак, когда полчаса у нас прошло, мы натираем на крупной терке сыр. 150 грамм, как я уже говорила. Вот я натерла сыр на крупной терке. Теперь достаем наши каннеллони и посыпаем сыром. Наши каннеллони уже практически готовы. Осталось только посыпать их сыром. Так вот, красиво. И теперь отправляем на 10 минут обратно в духовку. Вот такие у нас получились каннеллони замечательные. Сейчас я попробую наклонить, чтобы вы увидели, какая красота. Вот такие вот они у нас вышли. Вот такие вот красавцы. Я их вытащила. В общем, сейчас попробую вам разрезать. Они сохранили форму. Все-таки я вам рекомендую брать пасту барила. Это не реклама, это действительно так. Они мне никогда не попадались бракованные, разломанные. Или чтобы они трескались, лопались и так далее. Я вам покажу в разрезе. Вот такие вот в разрезе у нас вышли. Прекрасные. В общем, я вам желаю приятного аппетита. Попробую действительно это блюдо прекрасное. И я уверена, вам и вашим близким, или родственникам, или гостям безумно оно понравится и удивит. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok